Подсолнушки гибриды Прошло 5 дней, они практически отсвели Шляпки маленькие, с кулак Вероятнее всего через 2-3 дня Чела работают на подсолнухе За 4 дня, с 7 числа, они принесли всего-навсего 800 грамм А то тулей 1,4 кг Так что подсолнух, в общем-то, ничего не дает И уезжать с его сейчас нельзя, потому что пчела может слететь с того места, куда мы станем Вот и дилемма, ждали-ждали, не дождались, ничего хорошего Добрый день, друзья Двое суток не был на пасеке Компаньон сказал, что взяток там небольшой, килограмм или килодвести с подсолнуха Общался с друзьями-пчеловодами, которые стоят за 50, за 60, за 100 километров от города Весовые улики показывают От 700 грамм до 4 килограмм В зависимости от силы семей Расположение пасек Ну и, естественно, количество полей Два дня думал, какие действия предпринимать И что делать дальше Вчера к вечеру прошли вот где-то дожди Вот вижу, здесь лужи небольшие В городе дождя практически не было Вчера был самый опять жаркий день 42 в тени на пасеке В городе было 37 Позавчера было немножко прохладнее 30-32, почти, как говорится, мороз Зима настала Сегодня опять обещают 34-35 Вот температура уже пол-одиннадцатого 34 градуса тепла Два дня думал, как говорится, что делать 15-20 назад, когда бы мы были помоложе И более шустрее Мы бы, наверное, уже переехали за 100 километров Но тогда был другой подсолнух Были другие поля Были цены на продукцию подсолнечного меда Реализация была другая Поля не травили И были моложе Экологическая обстановка была не такая Жары такой не было На сегодняшний день ситуация такова Для того, чтобы перевезти пасеку За 60 километров За 70 Мне надо заплатить около 15-18 тысяч рублей Это где-то около 300 долларов Ну так, на вскидку И потом обратно вернуться Еще 300 долларов Это 600 И плюс надо вызвать сторожа Который должен охранять будет пасеку Ну можно, в принципе, договориться с ребятами Пристать В общем-то никто не откажет Но ездить туда надо И спасет ли подсолнух Наших пчел Которые 36 дней просидели В жарких условиях И которых в уликах осталось Сейчас посмотрим Ну 12, 14, 16 рам пчелы И то маловероятно И видите, растительность какая-то Желтая, как будто бы осень А сегодня всего-навсего 13 июля 13 июля Это вариант примерно прошло Прошлого года Но в прошлом году Году хоть подсолнух дал 60 килограмм На этот момент Мы взяли А в этом году За 37 дней Взяток составил 4 килограмма на траве Ну и подсолнух что-то выделяет И поэтому затратил Реальные деньги На сегодняшний день Около 600-800 долларов Или где-то 40-50 тысяч рублей Ну я на скидку Говорю не точно так Накачав подсолнуха На котором пчелы При взятке Начнут развиваться Выращивать расплод Измашиваться И что от них останется Тоже неизвестно А так они сидят на пасеке Ничего в принципе не делают Взяток не идет Самоизоляция Как говорится Ограничение матки В яйцекладки Потому что при такой жаре Семьи и матки Видно прекратили Вращать расплод И может быть даже При такой ситуации Пчел останется Больше К зиме Чем я поеду на подсолнух Но опять же это все Размышления Но больше я думаю Пчел не будет Потому что в прошлом году Были идеальные условия 100 килограмм Принесли пчелы И со 100 семей Я сыпал их на 50 На 3-4 рамки Они все перезимовали Они не были больными Просто они были слабые От такой жары В этом же году Взятка вообще нет И подсолнух не дает Все это дело Обмыслив и подумал Я принял такое решение В крайнем случае Пчелы пусть стоят здесь До конца августа месяца Как будет развитие Как будет развитие Так и будет Во-первых Еще второе Бальциносов нет Медоносов нет Кроме подсолнуха И уже какие бы дожди Тропические не шли Уже природу не возродить Вся основная Медовая растительность Отсвела И поэтому пчелы Потеряв свою биологическую массу То есть силу семей Они просто-напросто Не успеют опять Набрать силу к зимовке Из опыта Двух последних прошлых лет Такой жары И поэтому Из экономических соображений И финансовых Я на сей момент Принял решение Стоять здесь В крайнем случае Если вообще ничего не наберут И будут Как говорится Способны перезимовать Сыплю их На определенное количество Рамок Которые они будут Обсиживать Куплю тонну сахара На 1000 долларов На 60 тысяч рублей И закормлю спокойно Это самый крайний вариант Если будет Кого Закармливать Да Дождики здесь прошли Видите Какая-то здесь Грязь была Может еще Наш подсолнушек Еще что-то даст нам Вот такое Примерно Решение Пишите в комментариях Что вы думаете По этому поводу Но Еще раз говорю Что С экономической точки зрения Вся эта суета Как говорится И горячка На 99% Зная ситуацию За три последних Таких жарких И сухих годов Она не принесет Никаких результатов Деньги надо отдавать Сегодня реальные А будет ли подсолнух Или нет Будет ли выделять Он или нет Накача или нет И разовьются ли пчелы Это как говорится Все непредсказуемо Поэтому сейчас Приедем на пасеку Посмотрим На контрольные весы Посмотрю Покажу вам Несколько семей На вскидку Что они себе представляют И Определимся Конкретной дождик Прошел хороший дождик Наконец-то На 37-й день Лужи стоят А температура 36-37 Он даже не смог Спить жару Которая давит у нас И посмотрите На посадки Будущие акации Вероятнее всего Нам не видать Акация практически Сбросила всю листву Посохнет почка И зачем нужны пчелы На следующий год В общем какая-то Катастрофа С пчеловодством Другого слова Не подберешь Белый доник Вроде бы Еще что-то Смог с земли вытащить Вот от этой Проезжей дороги Мы уже по ливню Заезжали На это место Машина шла Сбоку Немножко тянула Два прицепа И вот в этом месте Где стоит машина Надо было повернуть Налево И стать Параллельно Той пасеке Брошенной Но он приостановился И начал здесь буксовать И вот в принципе С этого места Мы приняли решение Ехать прямо Буксовали 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 Вот проехали Метров 25 И бросили Посмотрите Друзья Состояние Припасечной Территории Ну это точно Из фильма ужасов 13 июля Все сгорело Пчелка еще Шевелится Сейчас посмотрим Что она творит Вот она узбечка Всего-навсего Видно греет Три рамочки Расплода Которые я поставил Вверх Крайние рамки Пустые Пчелы нет И видно Во втором корпусе Такая же беда Пчелы не осталось Практически За это Время Жары И откачанная Семья Также Три рамочки Пчелы Или четыре Сверху Ну и вероятнее Снизу Там что-то есть В общем Пчел нет Носить некому И далеко Ветер сдул Крышку Улетела Ручка Тетрадка Вот такие Седьмая радость Жизни 54 килограмма На весах А было 50 То есть за двое суток Принесли 4 килограмма Но это что-то Значит подсолнушек Немножко нас повыручил Ну а эта семейка Принесла 2 килограмма На весах 44 килограмма Этим бы зверушкам До 10 килограмм Акации 12 Они бы ее С кисточками носили Но увы Заключение Этих пчел Может спасти Только чудо Но чудо Не произойдет Все Погорело Выжженная пустыня Пчелы Нет для воспроизводства Осталась одна Серенькая Молоденькая И еще Это залет Пчелы 13 Июля Тут должно быть Три корпуса пчелы Битком набитой И нести меда Как в прошлом году Хотя бы 60 килограмм Ну вот как-то так На сегодняшний день Эксперимент продолжается Выживут ли пчелы До осени Поживем 42 Показывает градусник Какие дожди и ливни Могут возродить Эту растительность Я думаю Уже никакие Продолжение следует...